Корни творчества, говорит художник Карен Мовсисян, находятся во всем, в окружающем нас мире, повседневных событиях, в культурном наследии прошлого. Корни творчества самого художника уходят действительно глубоко, к самым истокам созидания, на скальной живописи армянским петроглифом. Мифологии, не только армянской, а мировой. Тут магический реализм через почти гипнотическую палитру и геометрический орнамент. Тут анимализм, который пришел из самого фолка. Тут люди, как часть созидания, творения, часть мира самого. Это вот эстетическое восприятие этических каких-то категорий, то есть направляющих нас к тому, что мы утратили. Когда Томас Карлайн говорит, оглянитесь, душа убывает, все становится добропорядоченнее, но пошлее. Да вот тут понимают, что нет, все-таки душа сохранилась, и душа поможет возрождению духовности, которая неразрывно связана с природой, природой, которую Карен очень любит, которая тоже ему служит этим самым источником вдохновения наряду с музами. То есть эти музы, они, скорее всего, обитатели рек и лесов, это дриады, это неады какие-то, которые приходят, обращаются вот в жриц, в хормухи. Карен Мавсисян создает истории времени и пространства на полотне. И кажется, используя очень схожие мотивы художник не повторяется, потому что человечество, конечно, общая история, но у каждого народа она разная. Собственно, человек тоже очень разный, даже в сравнении с самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Само название экспозиции «Пробуждение» отсылает не только к романтическим категориям весны и всех сопутствующих ей чувств. Художник видит в пробуждении и проблемы насочные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И все расцветает и начинает жить снова.